Субтитры делал DimaTorzok Судача была достаточно непростая, но тем не менее я справился и КВ-220 и Type-62 есть у меня в ангаре. Достаточно много времени прошло в сентябре месяца, но обзор ни на Type-62, ни на КВ-220 так и до сих пор и не появился на моем канале. Дело в том, что тот же Type-62 достаточно посредственный танк и играть на нем особого удовольствия я не испытываю. И за это все время я в основном сбивал на нем Х2, дабы как-то прокачать экипаж, который у меня бесперковый, то есть никакой еще. И хороших боев по сути на этом танке у меня не было и обзор было не с чего делать. Данный бой я тоже не назову каким-то там сверх классным, но тем не менее у меня получилось занять позицию в волшебном кусте на Малиновке. К моему сожалению, а может быть и радости, у меня не получилось, не было возможности выехать с этого куста до конца боя, дабы не засветиться. И стоя в этом кусте весь бой, я все время давал под свет, светил противников и получил медаль дозорного и разведчика. И насветил я в этом бою почти 9000 урода по разведданным. К сожалению, этой цифры не хватило для получения мастера, дали всего лишь первую степень. Но сколько мне насыпались серебра, этим я был удивлен. Он получил я серебра как заправская прем-восьмерочка, 118 тысяч серебра получил я за этот бой. Скажу так, для Тайпа-62 это космические цифры и такой фарм это действительно редкость. Ну, давайте вернемся к нашему обзору. Давайте для начала заглянем в нашу историческую справку. Танк ТИП-62, его заводской индекс ВЗ-132 представляет собой как бы уменьшенную и значительно облегченную копию основного танка ТИП-59. Его разработка началась в 1958 году в КБ военного завода номер 674. И первый образец вышел на испытание в 1962 году. И уже через год был принят на вооружение. С 1963 по 1989 год было произведено около 800 танков для армии Китая. А также несколько сотен было произведено на экспорт в Албанию, Вьетнам, Конго, Северную Корею, Мали, Судан, Танзанию и Заир. Танки ТИП-62 использовались в вооруженном пограничном конфликте в 1978 году с Заирской и Танзанской армиями. А также использовался во Вьетнаме в 1960-70-е годы. Поставленные из Китая в Северную Корею танки ТИП-62 были оснащены 115-мм нарезной пушкой, разработанной компанией Норинка. В игре же наш танк появился, если помните, изначально на 6-м уровне, как ЛТ 6-го уровня. Продавался он недолго, был снят с продажи, потом периодически появлялся то по акциям, то какие-то памятные даты. Также вот была боевая задача, когда можно было его получить на халяву. А последний раз он продавался в декабре 2014 года, не так давно, и продавался он всего лишь сутки. Тогда он продавался с дополнительными плюшками, голдой и, если не ошибаюсь, месяцем премиум-каунта. И этот пакет стоил 47 долларов. Скажу так, мое мнение, это деньги на ветер, но на вкус и цвет товарища нету. Возможно, кто-то купил его за эти деньги и, в принципе, очень доволен этим танком. Мне же этот танк достался на халяву, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей все-таки нет. Что же касается советов по игре на данном танке, то я рекомендовал бы рассматривать его исключительно как светляк. Не пытайтесь на нем чего-то дамажить. Исходя из того, что у нас есть хорошая скорость, данный танк разгоняется до 60 км в час, у нас есть хороший обзор, 390 метров. У нас есть бонус к маскировке, как у всех, в принципе, легких танков. И второе, в принципе, что хотелось бы подчеркнуть, у нас очень плохое орудие. У нас пробитие ВБшками всего лишь 145 мм. У нас не такая уж хорошая скорострельность, если сравнивать с тем же Бульдогом. У нас хреновая стабилизация на ходу, особо тоже не постреляешь. И, в принципе, исходя из этого всего, я бы советовал использовать данный танк исключительно как светляк. Учитывая то, что данный танк не такой уж и маленький, попасть в него не составляет труда. Плюс, динамика данного танка больше похожа на динамику среднего танка. Поэтому, очень часто приходится использовать пассивный свет. Изначально светим из куста, а потом уже по возможности. Хочу сказать еще одну проблему Тайпа 62-го. Это частые криты БК, частые пожары. Крит того же Двигла дается в знак отсутствия брони. И прекрасное, в кавычках, расположение этих всех важных модулей в китайских танках. Очень сильно мы боимся высокоуровневых ПТ-СА у девятых и десятых уровней. То есть, прямое попадание очень часто отваливает нам башню. Или критует вот эти жизненно важные для ЛТ-шки модули. Что касается уровня боев, упустил данный танк, балансит в одиннадцатый уровень боев. Это, в принципе, все, что я хотел бы сказать о Тайпе 62. Вот такой вот ЛТ-шечка у нас на седьмом уровне. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Вот Не Тот. С вами был Слим Соберник. Всем удачи в боях и пока.